Слава Богу! Я так рад, что Бог, Господь, есть наш Бог. Вы представляете, если бы какое-то дерево было бы нашим Богом, которое не говорит, не слышит, не отвечает. Как печально, что до сих пор некоторые люди поклоняются кто-то дереву, кто-то солнцу, кто-то луне. Некоторые люди поклоняются другим людям. Это так печально. Но слава Богу, что Бог нам открылся. А если Он еще тебе не открылся, я хочу предлагать тебе в конце этой передачи обязательно помолиться за тебя, чтобы Бог стал реальным для тебя. Когда Бог становится реальным для нас, одно из вещей, что мы делаем в жизни, это мы молимся. А наша молитва усиливается постом. Пост важен. Оно важно для Бога и для нас. Поэтому, когда человек в посте и в молитве, Богу радуется, и мы радуемся. И обстоятельства в нашей жизни меняются на лучшее. Вот сейчас многие церкви, мы в том числе, заканчивают разные периоды поста и молитвы. Кто-то 14 дней, кто-то 10, кто-то 21, кто-то 40 дней. Кто-то уже начал свой 120-й день еще с прошлого года. Но в любом случае важно поститься. Но не менее важно понять, что происходит во время поста. И не менее важно, что происходит и что нужно делать после поста. Поэтому я назвал эту проповедь «День после поста». Давайте послушаем. День после поста. Важно, чтобы мы поняли, что произошло во время поста и после поста. Пост и молитва. Важно, что с точки зрения Бога, что с точки зрения человека. Бог радуется, когда мы постимся и молимся. И человек не радуется в начале, а радуется в конце. Библия говорит так. Деяния апостолов, 13 глава 1 по 4 стих. Апостол Павел и Варнава. Наше внимание на Савла Павла. В Антиохе, в Тамошной церкви, были некоторые пророки, учителя Варнава, Симеон, называемый Нигери, Люци, Кринянин и Манаилса, воспитанник Ирода, четверовластника и Савла. В этом списке он самый последний. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, «Отделите меня Варнава и Савла на дело, которым я призвал их». Какое же было удивление у людей, что отделаются того, кто был в списке последних. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Все, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию и оттуда отплыли в Кипр. Заметите, человек по имени Савл, он в этом списке не самый большой. Однако же у Бога был план для него. Заметите, что это план Божий о нем, когда им говорили, «Отделите мне Савла и Варнава», план Божий о нем уже было разрисовано или нарисовано давно. Диане Апостолов, 9 глава, 15 стих. Библия говорит, «Но Господь сказал это гораздо раньше, 5 глав раньше, 4 глав раньше. Бог разговаривает с Ананией, ученик, после того, как Савл на дороге встретил Господа. И Ананией жалуется, что Господь, этот Савл, он опасный. И Бог ему отвечает, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвышать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевым». И вот, заметьте, Бог говорит Анани, «Этот Савл, он мой избранный сосуд». Когда Бог избрал Савла, не в 13 главе, когда возлагали на него рук, избрание было даже до 9 главы. Заметьте, избран, призван, но не действует в своем избранности, в своей избранности и в своем призвании. Есть много людей сегодня, которые избраны, призваны, есть Божьи планы по отношению к вам, большие, грандиозные, но их в вашей жизни нет еще. Не проявляются, не видно, не замечено, ничего похожее на Савла. Настолько незамечены, что в списке гостей вы в резерве. Вдруг освободится столик, мы вас пригласим. Вот в таком состоянии был Савла. Они молились, они постились, и заметьте, что начало происходить. Когда они начали молиться и поститься, призвание, избрание Савла в нем начало оживляться. Скажите, оживление. То есть, все, что Бог имел для Савла, которое не было выражено, не было видно, не было замечено, благодаря тому, что они помолились и попастились, все, что было в нем, начало проявляться. И что интересно, когда мы молимся, когда мы постимся, как мы уже с вами сделали, служение ваше оживает, призвание ваше оживает, то дари Божьи в вас оживают, то план Божий, не только в служении, а в жизни, в семье, в работе, в бизнесе, много чего оживает, оживает благодаря тому, что мы с вами взяли пост, помолились, и вы будете удивлены тем, что начнет проявляться через вас. Пост и молитва, что делать в нашей жизни? Первое. Пост и молитва оживляют призвание Божие, которое в тебе. Во время самого поста, мы не чувствуем ничего, кроме голода, порой головные боли, и плюс атаки дьяволские со всех сторон. Но в этом процессе, который вроде бы тяжелый, что-то в духе происходит. И оно происходило и с вами тоже. Ваше призвание, Божье предназначение, начинает оживать внутри вас. Второе. Не только оживается призвание, оно начинает выражаться ярче. Как Библия говорит, праведнее или святое, да, свящается еще. Мудрее, да, будем мудрее еще. И заметите, призвание становится более яркое. Три. Пост и молитва делают, чтобы голос Божий стал четче в твоей жизни. Во время самого поста, не всегда Бог услышишь, Бога услышишь. Иногда во время поста, приходит дьявол. Поэтому, когда Иисус постился, к нему пришел дьявол. Но когда все закончено, пост закончен, это самое лучшее время слышать голос Божий. Четвертое. Во время после поста и молитвы рождается много нового. Скажите, много нового. В твою жизнь появятся люди, которые, ты не вычислил, что они должны быть. Они придут, что интересно, некоторые из них, они в этой церкви уже, просто ты их никогда не видел в ракурсе того, что Бог имеет по отношению к ним и к тебе. Некоторые бизнесмены встретят новых людей, через которых масштабы их бизнеса расширятся. Некоторые жены приедут домой, встретят сидящего на диване, нового, снаружи тот же, а внутри новый. Аминь. Некоторые из вас, вы станете начальниками отдела. Там, где вас сейчас не признают, Бог сделает чудо, и у вас будет много нового. Скажите, много нового? Много. Библия говорит так, Иеремия 29, глава 11 по 13 стих, «Ибо только я знаю намерения, какие я имею у вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И говорится, и вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщете меня, найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Во время поста что мы делали? Мы искали его всем сердцем, всей душой. Это местописание наступило время, чтобы оно исполнилось в нашей жизни. Это значит, Божьи намерения становятся живыми. Если ваше призвание было украдено чем-то, кем-то, возвращается. Если Божье предназначение в вашей жизни было убрано кем-то, чем-то, восстанавливается. Если вы потеряли себя, намерения Божьи возвращаются. Вы найдете себя. Если вы потеряли огня в движении с Богом, то этот огонь возвращается. Потому что Он сказал, намерения мои, когда вы изыщете меня, вы найдете, и они исполнятся. Второе. Согласно этого местописания, молитвы услышали. То, о чем вы молились, то, о чем вы постились, Бог услышал, и Бог ответил. И прямо над вашей головой стоит ящик со всеми ответами того, о чем вы просили во время молитвы. Скажи, я принимаю. из-за того, что ты искал Его лицо, ты стремился к Нему. Господь, Он очень близкий к тебе сейчас. Не в смысле, что раньше Его не было, но просто ты не был таким чувствительным к Его присутствию. А сейчас Он такой близкий к тебе. И что интересно, когда Господь близкий, Он начнет подсказывать что-то в жизни, помогать, предупреждать, налево не иди, иди прямо, не иди завтра, остановись, пойди через день. И такие подсказки, которые обычно мы бы не слышали. Бог ожидает после поста, чтобы ты пошел менять историю. Это одна из целей поста. Иногда мы создаем историю одного человека, создаем историю много людей, создаем историю целого общества, целой страны, целого континента или целого поколения. Заметите, после поста нельзя сидеть в одном месте, бездейственно. Время после поста, день после поста, это день, когда нужно войти в свое, делать много и ускоряться как можно быстрее. много дел, которые ты уже начал, они не шли как надо. И пост дал тебе способность, которая сейчас лежит внутри тебя, чтобы ты ускорялся, ты успел, ты доделал, и невозможное стало возможным. Ты ожидал, что когда-нибудь моя мечта исполнится. Молодец, ты не выкинул мечту до сих пор, но пришел время взять мечту и исполнить. Потому что пост высвобождает силу, чтобы это сделать. Была зависимость, от которой ты не можешь освобождаться, то ли курение, то ли душевные связи с людьми, то ли какие-то внутренние привычки плохие, греховные, какие-то вещи, которые ты не можешь бросить, уже 12 лет, 15 лет бросаешь, возвращается, бросаешь, возвращается, бросаешь, возвращается. Возможно, есть как раз сейчас это то время, когда надо бросать. И получится. Что же Бог высвободил на постоянное действие в твоей жизни во время этого поста? Первое, сила Божия. Многие люди думают, что взял пост, помолился, почувствовал присутствие Божьей, и оно израсходовалось и исчезло. Не так. Сила Божия, которая приходит, это не ради богослужения этого. В этом богослужении будет проявлена сила Божия, но это не цель поста. Цель сила Божия для постоянного действия. Скажите постоянное действие. Это значит, завтра эта сила будет, через неделю будет, через месяц будет, через полгода будет, в конце года будет, и на всю жизнь сила Божия для постоянного действия. Бог дает тебе его силу. Второе, дари духа. После молитвы высвобождают помазание Духа Святого. После молитвы высвобождают благодать Божия для действия. Бог дает нам не только благодать, но и его способность. Скажите способность. Во время поста все эти вещи даются не как одноразовое явление, оно дается на постоянно. И не только способность, Бог дает нам его благо расположение. имеется ввиду люди начинают тебе улыбаться без объяснения. И заметите, все это, что Бог дал, Он дал не одноразово. Он дал на постоянное действие. И оно ожидает движения с твоей стороны. Если еврейский народ, еврейский народ не пошли к соседам стучать, с этим благорасположением уходили бы с пустыми руками. Надо было делать шаги, надо было подойти, надо было попросить, надо было сказать, вы не помогли бы мне, надо было подходить, подходить. Случайно у вас в вашем бизнесе вы не можете со мной делать проект общий. Вы что, чем мы занимаетесь? Вот это, вот это, это нам надо, это можно, давай на 3 миллиона, вам подходит, подходит. Все, вопрос закрыт. Многие люди боятся, нерешительны на благо, зато на зло хватит смелость, а на добро, на божественные вещи нету смелость. господь Иисус 40 дней постился и молился. Он не начал служение сразу, он пошел, постился и молился. После поста и молитвы, Библия говорит, и возвратился Иисусу в силе духа. Пока он постился, источник силы, благорасположения, благодать, много чего открылось в нем, и он вернулся уже в силе. После поста и молитвы, нужно войти, делать, ускоряться и двигаться, и делать все, что от тебя требуется. От тебя теперь просят правильный настрой, скажите настрой, второе, чувство ответственности, потому что многие люди, у них это теряется, у некоторых людей есть способность, сила, если все, но нет настроя. Если бы приносить правильный настрой, вы не представляете, сколько бы в этой жизни полезного вы бы сделали. И не только настрой, но чувство ответственности. Давид поражал льва и медведь, защищая овцы. А теперь ему надо было брать ответственность защищать нацию. Это те же действия, та же защита, та же сражение, но на этот раз соответственность гораздо больше. Научи свою жизнь добавлять уровень ответственности, и Бог будет благословлять тебя и повышать тебя по мере того, как ты берешь новые, большие ответственности. От тебя просят не только большие ответственности, от тебя просят характер, который может хранить тебя в этом. Мы говорили, что Бог дает тебе силу, дари на постоянное проявление, но испорченный характер может все это развалить и разрушить. Бог просит от тебя, чтобы ты был целоустремленным. Целоустремленность, оно важно. Есть много интересных дел, чем можно заниматься в этой жизни. Очень много, но мы не можем делать и все не можем. Поэтому надо учиться быть целоустремленным. Начиная со сегодняшнего дня в течение этого года, каждый день ожидай чудеса. Каждый день ожидай много большего плода. Каждый день ожидай благосклонность и содействие Божия во всем. Каждый день ожидай много сил действующих в тебе и через тебя. Каждый день и сделай пост и молитву образом жизни. Я не говорю, что 365 дней в году постись. нет. Но еженедельно выдели день-два и постись и молись. Каждая неделя. И это поможет тебе сохранить все, что ты получил после этого времени поста и молитвы. слава Богу. Многие люди думают, что время поста это время похудения. Нет. Ну, конечно, если человек похудеет, это не та цель, ради которой мы постимся. Когда мы постимся, мы в посте, чтобы голос наш был услышан Богом на небе. И чтобы мы менялись и наши обстоятельства поменялись. Но пост много чего делает в жизни. Например, в моей жизни я мечтал, даже жаждал, аж отчаянно жаждал, чтобы Бог двигался через меня, творил чудеса через меня, строил Его царство через меня. И я не знал, что делать, и один человек мне подсказал, возьми пост. Я подумал, ну, ладно, тяжело было без еды. Я раньше жил, чтобы кушать, а сейчас кушаю, чтобы жить. И вот я подумал, как это без еды? Тогда смысл жизни какой? Это так у многих людей. Но я помню, что я начал поститься, и сила Божия начала проявляться в моей жизни. Вот пост поможет мне во многом. Тебе и мне во многом. И он всегда мне помогает. Поэтому давайте посмотрим. Это результат поста, что люди начинают исцеляться, получить чудеса и знамения. Давайте посмотрим вместе на эти свидетельства. и подожди. И Коля и Лёша, и до четырёх лет они не могли разговаривать. С четырёх лет их понимала только мама. И сейчас я с ними разговаривала, и я могу их понимать, и они мне отвечали. Как их зовут? Коля и Лёша. Коля, кто из вас? Как тебя зовут? Коля. А этот? Лёша. Молодец! А что они близнецы? И Бог исцелил их вместе сразу? Ну, у нас речь улучшилась намного. Смотри, где сюда. До этого посторонние люди практически всё время переспрашивали, что они сказали. Сколько тебе лет? А это несколько лет я и спрашиваю, и они понимают. А тебе? Сесть. Сесть. Так, вот это для меня трофей, вы понимаете? Но как можно было, как можно не улыбаться? Вот смотрите на такие близнецы. Так, скажите мне, вы любите Иисуса? Да. Скажи, я люблю Иисуса. Я люблю Иисуса. Скажи, я люблю Господа. Я люблю Господа. Да и да, блядь, измени Господа. На протяжении двух лет был заложен нос. И когда они пошли к врачам, они сказали, что это возрастное, и что ещё на протяжении двух лет они ничего не смогут сделать. Но сегодня Иисус её исцелил. Не знаешь, почему. Вы представляете, что такое, сколько тебе лет? Пятнадцать. Что значит пятнадцать лет, и нос заложен постоянно? Два года? Нет, он у меня был заложен и года три. Три? Ага. И врачи что сказали? Ну, они сказали, что я возрасту, ещё будет года два. А Иисус отменил всё это. Люби Иисуса, хорошо? Он любит тебя. Господь, благослови её. Да как хорошо, прямо здорово, что Бог реагирует. Если в твоей жизни не видишь полноту Божию, постись. Но если ты говоришь, пастор Геннер, а я хочу покаяться. Хорошо, давайте помолимся прямо сейчас. Скажи со мной, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Дай мне новую жизнь. Войди в моё сердце, Иисус. Во имя Иисуса. Аминь. Если ты помолил за эту молитву искренне, то Бог пришёл в твою жизнь. Но если у тебя есть проблемы и нужды, возложи руку на сердце своё. Я хочу помолиться за тебя. Отец Небесный, благодарю тебя за твою силу, которая исцеляет, освобождает и решает вопросы. Я приказываю все болезни уйти, проблемы исчезать, и да придёт свобода в жизни каждого во имя Иисуса. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Я вас очень люблю, потому что Иисус вас любит. До свидания.